Для тех, кто нельзя монтировать фитинги разборные в стенах, 5 лет при вас. Нам что сегодня предстоит? Значит, сюда врезать два тройника, дабы уйти от пилетного котла. Но эта схема вся сила, она останется, узел безопасно, что нам надо подключить этот газ закатил. Кстати, ну 5 лет прошло, правда, ребят, не знаю, как это всё. У нас там стоит алюминиевая батарея за стеной, мы будем снимать её и покажем, что-то внутри делается. Разберём, покажем по теплоносителю. Через какое время надо всё это менять? Подтягивать гайку. Вот мне интересно, кто, например, через 10 лет приезжает и подтягивает все свои гайки. Хрен знает, будем разбирать. И здесь будем разбирать сейчас фитинг. И здесь будем. То есть это должно быть отношение нормальное к системе. И туда никто не должен лазить. А то сегодня позвали одному, завтра другого. Ну всё, это всё у нас впереди. Смотрите нас, не пропускайте. Подписывайтесь, будете на новостях. Всем привет! Несмотря на сто и жестокое время, наш коронавирус всех. Карантин! Вы что, сейчас милиция придёт? Домой! Вы что бегаете? Ну домой, карантин! Всё! Едем на коттедж. Сегодня будем врезать систему от газового котла. У нас стоит там билетный котёл. Мы стояли, покажем, как мы собирали теплоузел. Вернее, не как собирали, а как он собран уже. Свои тонкости, нюансы, по заправке. Ну уже там есть у нас одно видео. Ну может кто-то пропустил. Ещё раз покажем. Расскажем, перенесём батарею. Ну то есть всё будет поэтапно. Едем мы за город. Тут рядом, прям километр буквально, посёлок у нас. Ну всё, продолжаем. Сейчас видео, сейчас соберёмся, у нас всё готово. И в путь! Сегодня будем работать вот такой трубой, она без оплётки. Ну там, там и не требуется оплётка. Ну вот утеплитель такой, прокинем, там часть трубы пройдёт под этим, под полом, то есть там в подвале. Подвал будет неотапливаемый. Ну, ничего страшного. Немножко отступления, скажем так. Закупились мы тут на адрес. Парни, будет проект. Ну это всем известно уже. Это коллектора тёплых полов. Вот такой комплект с креплениями. С брасняками такими вот. Ножавейка. Такие вот коллектора. Сюда можно поставить псевдоприводы. Такие вот штуковины с регулировкой. Проект будет, как говорится, немаловажный. В плане того, что внутри квартиры будет стоять теплообменник. Хозяин купит теплообменник. Будет отличный проект. Вот 50 метров трубы ему. 20 метров вот такая вот двадцатка. Целая коробка материала. Там насос. Да. Тёплый пол будет не... Как он там правильно? Трёхходовой или как смесительный там клапан этот. Будет вот такая штука стоять. Термоголовка с датчиком. Ну, когда мы всё соберём, это будет уже видно, уже известно. То есть регулировка будет тёплых полов. Вот поэтому датчик производится там. Будет отличный проект. Может быть на этой неделе начнём делать. Посмотрим, как жеки у нас работают. Коронавирус грёбаный. Всех задолбал уже. Ну всё. Это всё у нас впереди. Смотрите нас. Не пропускайте. Подписывайтесь. Будете на новостях. Ой, чё-нибудь новенькое покажем. Ага. Ага. One shot. Так, парни. Вот мы на объекте. На фоне всей этой конструкции. Весь теплоузел. Значит, что мы здесь сделали? Мы обвязывали вот эту бандуру. Всё это делалось порядка пяти лет назад. Пяти-шести лет назад. Вот. Значит, что здесь сделано? Гидрострелка эта покупная. Вот эти коллектора. Это делали уже сами. Варили. Схема такая. Схема заполнения. Вот у нас насос. Это насос для повышения давления. На нём стоит механизм. Но он у нас работает только не в автоматическом, а в ручном режиме. Мы уже на одном объекте показывали, как мы заполняем. Вот такая воронка. Просто воронка. Это мыть руки, скажем так. Через неё сделан фильтр. Обратный клапан, чтобы сюда не давила система. Тогда будет заполнение. Всё. Мы заполняем сюда. Можно объём, конечно, увеличить, но я смысла в нём не вижу. Увеличение объёма воронки в этой. Закрывается. Ну всё. Вот самое простое. Не надо с собой таскать ни насосов. Пашка, как ты заполняешь? Не совсем. Мне понравилась. Вот схема. Возьми его внимание. Ничего не надо таскать. Бах-бах. Вот. Более вкусного нагрева. Ну, электрический тен мы сделали к нему. Сделали фильтр тонкой очистки к нему. Дальше здесь вода уходит на дом. Вот. Фильтра мы ставим всегда по два на коттедж. Два, трёхходовой или трёхпроходной экран. Хочешь на оба переключить. Хочешь так переключить. Переключение у него так, туда и вот так. То есть сейчас вот люди пользуются этим. Фильтр забился, потерялось. Да, манометров нет. Мы не ставили. То есть это всё вговаривалось. Давление понизилось. Переключили сюда. Фильтр поменяли. Всё. Наша задача будет сейчас этот кран обернуть вниз. Ну, что здесь труба, чтобы не мешала. Потому что он открывается наверх. Вот. Вот такая развязка. Самое простое. Я переключу. То есть ручка, она даёт понятие, что в какую сторону открыт кран. То есть сюда, значит, в эту сторону открыта сейчас система. И всё идёт через этот фильтр. Бочка 100 литровая. Это всё покупное. В сборе идёт. К нему единственный шёл вот этот фильтр. Но мы его всегда ставим на более вкусного нагрела. Вот. Насос в скважине там стоит. Я уж правда не помню какой. Вот. Ну, так вот вся... Водолей. Водолей, наверное. По-моему, водолей стоит, да. Вот. Посмотрите повнимательнее здесь. Если кому-то что-то будет интересно. Это редукционный клапан. Между двумя коллекторами. По-моему, так он называется. Дабы... Ну, грубо скажем, перемычка. Если вдруг там закрыть все батареи, например, да, чтобы насос в холостую не работал, он будет... Создаст определённое давление здесь с регулировкой. А есть. И пойдёт в систему обратки. Будет качать, короче, между собой. Вот здесь по кругу, по малому и здесь. Вот. Если честно, мы не рассчитывали. У нас проект был просто в голове. Как это всё делать. Как это что. Вот. Системы тёплых полов. Если вот везде посмотрите. У нас вот с коллекторов с общего дома, с обратки. Сброс есть. Он уходит также сюда. Для удобства прогонки. Заполняешь, открываешь его. Всё это заполняется системой. И всё отсюда уходит. То есть, да, отсюда вот всё уходит обратно сюда. Тем самым выгоняется воздух. Также вот не просто сброс, а вот тоже с обратки стёплых полов тоже сюда уходит. И также с группы безопасности. Если надо котёл было прогонять, мы закрывали вот эти два крана отсечных. А, вернее, один закрывали, вот этот вот. Этот открывали. Заполняли схему. Поднимался воздух. Открывали здесь. Вот так вот он открывается. И всё это сбрасывалось. Весь воздух уходил, сбрасывался. Да, нет сбросника с котла у нас здесь. Но он стоит вон там, сзади. То есть, здесь, да, низкая точка, но я говорю, это как бы не принципиально. Главное, с котла скинется, а с трубы там открутил гайку, скинул. Всё, самое простое. Ну, вот вроде всё. Нам что сегодня предстоит? Да, значит, сюда врезать два тройника, дабы уйти от пеллетного котла. Ну, эта схема вся всё равно останется. Узел безопасно, что нам надо подключить этот газовый котел. Это вешали не мы. Наша задача только его обвязать, от подключить или что-то там ещё. Вот. Пашка, да, писал, что там у них мало резьбы, но мы всё равно на резьбу посадим не накидные гайки, ничего. Ладничка. Бежон. Вот. Он будет работать не по двухконтурной системе всё же. Здесь просто, здесь на всякий случай заглушки поставим. Может не сегодня, может потом. Ну, посмотрим. Теплоноситель у нас тут типа тёплого дома залит. Вот такая фигня. Он разбавленный. У нас мы покупали помню 60 градусов, разбавляли дистиллированной водой. Покупали воду дистиллированную, разбавляли. Вот. И попали сюда. Ну, вроде всё. Не знаю, какие-то вопросы будут. Здесь у нас воздушный стоит. Манометр стоит. Здесь термометр стоит. Это на подачу, чтобы было видно. Термометр на обратке. Здесь термометр. Здесь манометр давления. В принципе, извишек тоже слишком много и не надо. Вот. Вроде всё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Собьём. Здесь у нас закрыто всё. Тык-тык-тык-тык. Всё закрыто. Для тех, кто нельзя монтировать фитинги разборные в стену. Пять лет. При вас. Опа. Ну-ка. Назовим ключом. Почти. Чё с ним произошло за пять лет? Мне интересно самому. Эти. Ну что здесь? Вот резинка стоит. Что я с ним? Сопрону. Сколько надо времени, чтобы было? Чего прошло? Мы для эксперимента и у себя на квартире их забабахали. Вот он. Чё и стал. Да ни хрена и не стал. Она как была мягкой, так и есть. Ребята, я не знаю. Кто всё говорит, нельзя в стену монтировать, нельзя в стену монтировать. Ещё раз повторю. Труб. С трубной резьбой, может быть, и нельзя. А как раньше собирали? Раньше, когда первый металлопластик пошёл, не было пресс-фитингов. Было ноу-хау. Всё вхерачивали в стену. Не знаю, до сих пор стоит у всех. Никто не жаловался. Через какое время надо всё это менять? Подтягивать гайку. Вот мне интересно, кто, например, через 10 лет приезжает и подтягивает все свои гайки? Ну, кто-нибудь скажет мне, может быть, ссылку сделает, что вот я приехал через какое-то время и подтягиваю все гайки, которые разборную такие вот. Ну, я посмотреть бы хотел на этого человека. Тем более водорозетки устанавливаются в стене. Ты их замуровываешь, и всё. Нет, ну да, нет. Вот все говорят, что... Все пишут, что категорически нельзя, категорически нельзя. Что значит нельзя категорически? Конечно, если когда-нибудь тормонёт, обязательно, ребят, покажу, что да, вот мы... Было, не скрою, было. Просто мы тупо забыли закрутить. Просто тупо забыли. Забыли закрутить гайку. И всё. И она побежала. Всё, остальное... Не знаю. Как вы соберёте, как затянете? Как у вас всё это будет? Столько и прослужит. Столько и прослужит, да. Какое будет отношение у вас? Не знаю. Может быть, конечно, будет. Здесь дизлайки. Пишите, пожалуйста, комментируйте. Хрен знает. Будем разбирать. И здесь будем разбирать. Сейчас видим. И здесь будем. Ну-ка, я сейчас попробую. Так, ну вот пять лет. Вот трубе-то, в принципе... Да, она чистенькая у нас. Я говорю, тот просто... Тёстка показывал там, что происходит с теплоносителем. Я, правда, не знаю, там, в батареях или где. И Пашка показывал, что в алюминиевых батареях. Кстати, ну, пять лет прошло, правда, ребят. Не знаю, как это всё. У нас там стоит алюминиевая батарея за стеной. Мы будем снимать её. И покажем, что там внутри делается. Разберём, покажем по теплоносителю. Возможно, что, ещё раз говорю, всё ещё зависит от воды. Не показатель того, что теплоноситель заливает и батареи там приходит хайна, что там нагревательная. А возможно, что люди впоследствии, не говоря даже вам самим, заливают туда просто тупо воду обыкновенную какую-нибудь из-под крана там на речке берут или где-то ещё, всякой хренью. То есть это должно быть отношение нормальное к системе. Ведь туда никто не должен лазить. А то сегодня позвали одного, завтра другого. То есть человек должен обслуживать один, который собирал. Ну, хотя бы грамотный человек, я не знаю, у которого отношение к своей работе, ну, просто к работе. Не к Колыму, это у меня Колыму, блядь. Вот именно к работе. Так, парни, всё было как во сне, как говорится. Забыл я сюда перехода. Вообще из башни вылетело сюда, потому что кран-то мало. Ну, сегодня предугадаешь, сейчас мой парень поедет, привезёт сюда соединительную муфту, или как она правильно, переход по папа дерьмовый, потому что здесь не оказалось. Ну, всё, я сейчас продолжу подрезать. Здесь трубу надо будет подрезать. Это может удлинить эти муфты. Покажем чуть попозже батарею, которую мы будем снимать. Внутри её обязательно покажем. Ну, наверное, про котёл. Про котёл, да, покажем, как мы сделаем тут на трёх резьбочках. Запакуем резьбочки. Обязательно мы их запакуем. Здесь заглушки поставим. Ну, вроде как всё. Там уже определимся. До новых встреч. Да, кран я разверну, пока у меня напарники ездят. В общем, вот такие вот дела. Ребята, оставайтесь на связи. Будет интересно. Продолжаем наше видео. Вот мы смонтировали. Краны поставили. Эти перепаковали, сделали сюда. Всё чуть-чуть сместилось у нас. Ну, ненамного. Но трейники. Сейчас будем запускать систему. То есть, как я и говорил, мы открываем нижний кран. Открываем. Фиксируем её, чтобы воздух уходил весь. Так. Помосцов, у нас что значит у нас? Брозетку. Так. Вот. Вот воронка. То есть, главное, чтобы она всегда была с жидкостью, с водой, либо с чем-то. Вот. Так, кран открыт, потому что там вода сбросилась у нас немножко. Видать, у них воздух сосал. Сейчас мы систему... А, пардон, ребята. Тормоз. Кран открыть надо. Ну-ка, ещё раз, добрый, два. Опа. Вот оно как. Быстренько, непринуждённо. Есть контакт. Слышно. Воздух уходит. Землю холтан. Котёл. Здесь откроем воздушник. Вот. Воздух. Вот он пошёл. Воздух. Здесь, ну, здесь вот через этот будет сбрасываться. Главное, чтобы она не опустошилась. Так. Возьмём тряпочку, потому что немножко там мусор насыпалось. Понятно, что у нас фильтр вот здесь есть. Его надо тоже периодически проверять. Мы сейчас через тряпочку всё это сделаем. Нальём. Вот. Можно здесь сетку какую-нибудь будет поставить. Потом процесс, как говорится, загрузки покажем. И главное, чтобы... Потому что мусор попал в эту канистру. Я сейчас налил. Опять полную воронку. Вот это мусор. Так. Врубаем насос. И вот он пошёл. И вы подливаете. И подливаете. И главное, чтобы вы успевали. Так. Есть контакт. Теперь сведёрка. Где-то у нас сведёрка тут есть. Потому что разбирали и часть скотлами стали скидывать. Стали отсюда. Поэтому сверлили. Там грязь есть немножко. Запуск. Опа. Так. Вот видите, вода уходит прямо. И так заполняется весь дом. Стоять. Зорька. Можно придумать сюда какую-нибудь так же. Тряпочку. Лишняя грязь. Запуск. То есть принцип понятен. Вот. Вот воздух выходит. Видите, вот слышно. Из котла. Выходит весь воздух через эту систему. Этот насос сейчас закачивает туда. И весь воздух через котла, через сюда. Скидывается в эту штуку. Да, напоминает. Я тут немножко это поспешил сказать. Это насос для, в общем, циркуляции теплообменника там внутри. Это не рециркуляционный насос. Но он именно для этого. Но мы его поставили, чтобы тянуло теплообменник. Просто первый раз, когда мы всю систему собрали, думали, что хватит этого насоса, все без проблем. Но казалось, что ни хрена. То есть экспериментировали. Я говорю, мы как бы на ошибках чужих, своих учимся. Поставили, и все, и наладилось. То есть рециркуляции в доме нет. Не стали ставить. Это, еще раз говорю, хотя бы это было бы и лучше там для заказчика, чтобы вода сразу горячая непосредственно. Но они не заморачивались. Сказали, да, нами как бы это. Пансионеры живут. Их так все это устраивало. Ну, вроде как все. Сейчас вот запускаем, прогоняем. Слышите, как воздух оттуда выходит. Выходит он сюда периодически. Сейчас уже попроще немножко. Система. То есть вот сейчас мы заполняем. Слышно, как воздух. Потому что насос качает. Тупиковая система. Им деваться некуда. И весь воздух выгоняет туда. В остальной системе воздуха не будет. Но мы все равно постараемся прогнать всю эту конструкцию. То есть здесь вот воздуха тоже сейчас нет. Потому что этот поддушник сработал. Потом мы и эту откроем. И пускают. Здесь вот гоняет. И выгоняет. Воздух будет проходить. И выгоняется туда. Потом запустим газовый котел. Так же по этому же принципу. Ну, вроде как все. Ну, простирали отверстия. Вот, клики поставили. Я говорю, у нас город такой, что кликов не было. И в войны их вот будет такая схема. Как бы, чтобы закрепить вторую трубу. Вот на такие помытики будем крепить. Кам-кам-кам-кам-кам. Там-не-там. И все. Что касается по... Про терму. Значит, здесь я все же посадил на нить. Там тоже посажу на нить. Я понимаю, Пашка напишет нам, что так нельзя. Паш, ну, мы так привыкли. Каждый делает, понятно, по-своему. Ну, что разборную гайку надо было бы там. Все это гораздо, конечно, это проще. Ну, мы привыкли так, все на паковку, как говорится. А на самом деле это будет не на глушнях, как бы. Это все разборное. Я еще раз повторю, фидинги разборные, многоразовые. Конструкция их позволяет и разбирать. Вот мы... Этот снимали полностью, я трубу подрезал. Низ не стали разбирать, подрезать. Потому что труба чуть-чуть сместилась. Ну, чуть-чуть по диагонали. Ну, не критично, я не считаю, что это прямо... Вот, а здесь подрезали вот на такое расстояние, трубу отрезали. Стоять, Зорька! Вот. Ну, как бы, все. Сейчас вот заполнил этот котел, чтобы он... Если вдруг газа... Ну, сейчас на данный момент газа нет. Понимаете, что не подключено. Даже провода были смотаны там. Я вот снял кожух, переднюю крышку, скажем так. И достал провода людям, чтобы могли розетку... Вилку, вернее, сделать. Ну, вроде все, процесс идет. Сейчас смонтируем. Дальше съемку, смотрите. Много будет вопросов еще по расширительному баку. Да, он у нас так стоит. Можно было бы его вот так вот перевернуть вверх ногами, сделать вот здесь. Понятно, что, видите, потолки маленькие. Здесь его повесить, ну, просто некуда. Можно было бы, конечно, вот так повесить. Но, если крякнет груша, слить можно снизу. Если уж там она повредится, там, наполнится там емкость водой, можно будет разобрать снизу. В любом случае все равно все разбирать придется. И его все равно снимать. Понятно, что с него слить может быть как-то проблематично. Ну, так сделали. В общем. По идее, здесь надо ставить тройник, сбросной кран. Но это при условии, что он должен стоять вверх ногами у нас. То есть труба должна вот так в него заходить. Мы сделали так. Не судите нас строго. Ну, в принципе, вот как говорится, как на нашей практике. Ну, пока пять лет работает. Пять лет, безперебойно. Все нормально. То есть там бачок, вот он, при расширении, он как бы работает. Все нормально. Груша, если там воздух какой-то образуется, он, да, выйдет сюда в систему, выйдет туда. Ну, вот мы заполняем систему. Они открыли. Конечно, немножко... Ну, запомнится опять эту всю систему. Закрыли. Вот у нас фильтр стоит на обратке. Кран. Кран один там, другой там. Вот он здесь на обратке. Сейчас выгоняем. Частично мы заполнили уже его. Котел прогнали там немножко. Сейчас вилку хозяин найдет. Подключим его, чтобы циркуляционный насос проработал немножечко. Прогнать систему. И все. Вот у нас жидкость уходит потихонечку. Дополняем. Порт выгонит все равно. Все, с пузырьками идет. Так что все у нас будет порощадно. Тут мы запаковали. Тангин сделали. Прогнали. Ну, вот заполняет сейчас. Понятно, да, что на гайках здесь удобнее было бы, что накидные гайки откручивать удобнее. Прогоняем. Ну, вот сделали так. Может, мы в арматуру попали? В арматуру. Сверлим отверстие в подвал, чтобы нам трубы провести. Сейчас нам доступ сделают. Пытаемся. У нас есть проект теплых полов, где мы тут проплаживали. Примерно попали так. Нет у нас такого препарата. Коронок, станок. Сейчас бы мяу. Ну, все ж теперь. Может быть, когда-нибудь мы приобретем его себе. Пока так. Пока новичок. Да. Набор для новичка. Любителя и непрофессионального видео. Ладно, пробурим сейчас отверстие. Снимать потом будем. Как говорили, фиг с ним. В общем, батареи, которые там в подвале, мы ее покажем. Для чего мы это все делаем. Будет висеть там с той стороны. В общем, продолжим съемку потом. Продолжаем наш марафон по подлогам и недрам. Значит, отверстие мы простерлили. Хорошо, что там мягкий пеноблок. А плиту перекрытия, естественно, это два отверстия под трубы. Вся фишка в чем, что вот эта батарея, которая находится в этом помещении с пилетами, вот, она ни разу не включалась за зиму. Но хозяйка заявила желание эту батарею поставить там, на веранде. Поэтому мы вот отсюда возьмем трубы. Вот этой трубой по периметру прям забабахаем. И в отверстие вот вентиляционное ее прокинем туда. И все. Вот такая работа предстоит. Но это будет уже завтра. Сегодня мы закончили. Перетруждаться нельзя. Вирус все же. Всем удачи, всем пока. Смотрите нас в следующих видео. Пальцы вверх. Подписывайтесь. Пока. Рабочий день начинается. Вот у нас продолжение. Как нам балета? Маризонского балета. Сейчас нам тазик принесут. Во. Отлично. Ты прям так в камеру и говорю? Да, конечно. Тазик. Да, тазик обязательно. Тазик. Да, будет свет. Так. Прокинем трубы. Сегодня. Очередной. Выпал снег. И сегодня у нас такой. Да. Там хоть Новый год наступил. Опять. Мы без этого не можем. Выпал снег. Сегодня снимем эту батарею. Повесим в другое место. Прокинем трубу. Вчера мы просверлили отверстие через перекрытие, через стену. Сегодня подготовительная работа. Сейчас сбросим с нее. Обещаю показать, что там внутри батареи. Раскинем. Самим интересно, что же там внутри. Потому что показывает такие ужасы. Вот крышечка. Сейчас мы ее снимем, чтобы на просвет ее посмотреть. Батарейку. Заглянем. Что же там у нас такое? Вон, на просвет. Ты-ды-н. Ну, что? Да чистота. Ну. Пять лет. Это вот обратно. Ну, вот. Ну, тоже здесь. Как новое. Все еще зависит. Ну, как раз подожди там. У меня не вкусилось. Это все равно и видно, что. Так вот. Еще заглушка. Даже на заглушке. Тут бывает же отложение. Что? Батарея включалась в холодное время, чтобы тепло было. Пеллеты, чтобы сухие были. Скажем так. Все равно влажность присутствует. Влажность присутствует. Сейчас мы ее отнесем в дом. И будем здесь разбирать. Опа. Так. Извиняемся, что не сняли работу нашу. Ну, смотреть в общем нечего. Обычно результат интересней. Ну, хотя работа как бы интересней даже. Кругу завели. Туда увели. Там она у нас два метра идет по холодному помещению. В утеплитель мы ее бахнули. Отсоединили. Соединили. Нижняя подача. Верхняя обратка. Так получилось так. Ну, не принципиально. Главное мы знаем. Сейчас пойдем мы ставим туда батарею. Потом теплоузел запускает, смотреть, проверять. Ну, вот пока работа идет, движется. У нас были на адресе сегодня заезжали. Клиент ночью звонит в кипиш и все. Забил гвоздь в трубу, короче, в силу. Продыряяло. У него там 12 этаж. Вот. Так что такие дела. Ребята аккуратнее. С гвоздями в стенах. Решил утеплитель в стену прибить. Ну, и четко попал в трубу в нашу. Но это не первое. Всегда бывает. Даже попадали в металлопласт сверлили. Ну, ладно. Не факт. Ребята, завершающая батарея стоит. Она стоит в такой комнате. Комната все равно утеплена. Ее урокно. Все тепло. Мы ее перенесли оттуда. Трубы выли. Частичные будут и здесь. Тепло можно. Ох, кипяток вообще. Поставить что-нибудь. Это все заделается. Там у нас все вытеплители. Кипяток даже здесь трубы. То есть, вот такая система. Заполняли мы через свою заполнительную систему. Очень удобно. Пользуйтесь. Мусор уберем. Да, а тут. А там это. Все, теперь хозяйка не на раду.